Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас пятая часть влога про кухню. Итак, поехали! От двери начнем. Итак, что новенькое? Подсветка нравится очень всем, девчонки тоже заценили. Поставила цветок сюда, на холодильник. Девчонки говорили о цветок. Да, я тоже хотела и поставила тот бедный, несчастный цветок, который постоянно жрал Макс, кот. Он хотя бы здесь начал оживать, бедненький. Пусть там и стоит, ему там хорошо, судя по всему. И кот туда не залезет. Я содрала все наклейки с техники, с холодильника, с микроволновки, которую спрятала, с колонки. Девчонки правильно вы написали, что именно они создают визуальный шум. Дальше, что новенького? Мы купили экран на зоне. Не купила семисекционный, потому что на зоне почти в два раза дороже, чем в Леруа. Но в Леруа семисекционных нет в принципе. А шестисекционный сюда не подошел. Я замеряла шесть своей секций, он сюда не подходил. И чтобы закрыть батарею с этой стороны, они продаются. Крышечки, я не знаю, нужна она мне или не нужна, но они продаются. Тем не менее, видите, вот сюда вот саморезами они вкручиваются. Нужен именно на одну секцию больше экрана. Это обычный металлический экран. Как бы вот он висит и все. Если бы я купила шестисекционный, как бы это выглядело? Сейчас покажу. Это выглядело бы вот так. Вот эти штуки бы торчали и вот досюда где-то у меня был бы экран. То есть минус одна секция, причем это прилично. Я еще почитала отзывы, где покупатели в Леруа замеряли экран шестисекционный. Он вообще на мои шесть секций даже не подходил. То есть мне не очень нравится, когда вот так торчит это раз. Мы не смогли бы его потом закрыть, если было бы желание это два. И так он в принципе закрывает все трубы. То есть тут ничего не видно по факту практически. Вот он у нас только вот так висит. Вот. Фиксируется тут нормальненько так и висит. Вот. Вот так. Но тут еще прикол в чем. Только когда мы купили экран, я увидела, что у нас батарея неровно стоит. Видите, там она ближе к стене. А вот здесь дальше от стены. То есть она вообще стоит косо. Какой идиот эту батарею ставил, я не знаю. Но она реально стоит вот так вот наискосок. Я на это обратила внимание только когда мы экран повесили. Короче, вот такая вот интересная тема, девчонки. Так, дальше что? Переставила, достала тостер. Мы очень любим с утра есть тосты, поэтому он у нас теперь стоит на столе. Благо пространства много, все отлично, рабочая зона большая. Пересыпала кофе. Сахар у нас и так вот и был. Переставила на этот стол кофе и сахар. Кофе пересыпала в баночки, потому что они гармонируют у меня со всем, в том числе и с доской, да, и часы. В общем, у меня таких оттенков на кухне много, они мне нравятся. Еще у меня где-то есть такая большая баночка, я ее найду, туда сложу чайные пакетики. Если муж пьет чай, тоже сюда поставлю. Из этой же коллекции, только она выше. Вот, поэтому вот так все стоит, теперь удобно. Раньше у меня чай-кофе стояли на столе. Вот здесь я его полностью разгрузила практически. Вот так он выглядит, да, теперь тут места много, красота, все супер. Но неудобно, то есть я с утра пью чай, я беру кофе, чай насыпаю на этом столе, иду к чайнику, в общем, неудобно. Вот эти вот организационные моменты, их тоже надо продумывать, они на самом деле важны. Когда вы планируете особенно делать кухню или ремонт у вас, или просто что-то планируете, нужно, конечно, чтобы вот эти вещи, они стояли рядом. То есть ложка там, чайник там, кофе, сахар, все там. Дальше пришел второй рейлинг, хочется сказать, но нет, это полка. Так это мы наверх убираем, высохла, с глаз далось сердце, вон. Пришла вторая вешалка, и вот как теперь у меня все выглядит. Мне безумно нравится, выдерживает достаточно много, то есть я вот что навешала, да. Терка у меня тут, фаберлик висит, в общем, все, чем я пользуюсь, все, что мне нужно, все у меня тут висит. И щипцы обалденные, кстати, от фаберлик, смотрите, как они компактно смотрятся. У меня столько щипцов было в жизни, эти самые компактные, удобные. Все стильненько, все здорово. Вот так я их рядом повесила, то есть вот они крепления, опять же, видите, у меня попадает на шов, то есть здесь они по факту не прикреплены, то есть не полностью прилегают к стене, попадает на вот это вот углубление, да, в панелях, и здесь, и здесь, но тем не менее держится прекрасно хорошо. Их можно будет снимать, помыть, когда необходимо, да, все в этом плане отлично, нормально. Доска тоже вписывается как нельзя лучше. Хотела каких-то деревянных тоже элементов декора, но пока не знаю, пока у меня срастается только с ментолом, да. Вот таким образом две полки вместе выглядят. Ссылку под той частью, под четвертой, я на них оставляла, по 300 рублей брала на озоне, и мне кажется, они смотрятся гораздо удачнее, чем рейлинги. Не нужно покупать отдельно крючки, все сделано, все супер, не нужно сверлить ни стены, ни шкафы. Прикрепил, научились все-таки, наконец-то, люди делать клейкую основу у таких вещей достаточно прочную, крепкую. Да, в то же время я неправильно первый раз прикрепила вторую вешалку, я ее легко отодрала и прикрепила второй раз правильно, как бы криво у меня на первый раз пошла, да. Вот, поэтому все нормально, захотели перевесить, перевесили, один раз вот точно выдерживает перевешивание таких. Вот такая вот получилась красота. Да, вот по поводу штор, по поводу однотонности и так далее, я решила, что у меня пока будут висеть такие, да, и скатерть такая же. Почему решила? Потому что, если я повешу сюда все однотонное, у меня будет однотонный стол, будет слишком холодное помещение, не будет уже такого уюта. Поэтому пока вот так, мне нравится и сочетание цветов нравится, пока будут они. Будет очень холодно, потому что серые стены, да, белая мебель, будет помещение оказаться очень холодным, а с этими шторами, как бы вот они создают уют, мне нравится. С потолком вопрос пока так и не решился, никак не доедет до нас молодой человек, то мы не можем, то он не может, то мы где-то не дома, который должен посмотреть вообще получится или не получится. Будем ждать, будем ждать, очень хочется сделать потолок. Сейчас отвечу еще на ваши вопросы, очень-очень много вопросов девчонок пишет в личку про стул Кузя. Сейчас мы с вами плавно переедем в детскую. Девчонки спрашивали, до каких лет он подходит, действительно ли он удобный и так далее. Сейчас все расскажу. Перемещаемся в детскую, вот он стульчик. Много было вопросов по тому, до каких лет можно пользоваться, вообще до старости. Девчонки, этот стул выдерживает 120 килограмм, я на нем свободно сижу, то есть я сажусь за Ксюшин стул, если мне надо что-то там на компьютере делать и так далее, и все отлично. Он рассчитан от 6 месяцев до 16 лет. Максимальная при этом нагрузка до 120 килограмм. То есть вот эти все сиденья и подножки для правильной осанки рассчитаны до 16 лет в среднем. А так, конечно, зависит и от роста, и от телосложения, но я говорю, я сижу прекрасно, удобно. Много лет пользуемся стульчиком павлина. Он называется стул павлин от мебельной фабрики Кузя. Вы покупаете с сайта напрямую от производителя, то есть наценки вообще нет. Поэтому это тоже плюс его цена, соотношение цены и качества. У нас был коричневый стульчик, сейчас он лежит в разобранном виде, наверняка нам тоже пригодится. Он очень удобный, и ребенок может практически с рождения этим стулом пользоваться. Сейчас объясню почему. Потому что этих стульчиков можно отдельно приобрести. Такой защитный бортик, да, и сделать его стульчиком для кормления. Очень много мам я видела используют такие стульчики на кухне. То есть сначала он у вас будет как стульчик для кормления, как только ваш ребенок научился сидеть. Можно купить, кстати, такой как чехольчик под стилочку, чтобы было потеплее. Есть столик отдельно на сайте, продается к нему. И защитный бортик, да, то есть у вас полноценный стул для кормления. Вы отрегулировали. Когда ваш ребенок научился залезать, он сам залезает. Вы сделали подножку, как удобно ребенку, да, маленькому. Вот у нас Крис уже залезает. То есть становится на подножку, и сам ребенок садится на стульчик. То есть слезает, залезает самостоятельно. Это вообще мега удобно. То есть как только ребенок научился сидеть, можно стул использовать. И он вам может прослужить вообще долгие-долгие-долгие годы. Заявленный срок службы этого стула 10 лет. Коричневый у нас состоял сколько уже? Года три, ну два точно. Ничего с ним не случилось, абсолютно ничего. Они прекрасно моются. Они изумительно выглядят в интерьере. Мне очень нравятся, потому что вот найти растущий красивый стул, мне кажется, это вообще нереально. Поэтому мой полностью качеством довольный. У нас было несколько лет, чтобы в нем убедиться. Здесь очень много положений. Вы видите, сколько дырочек здесь? Очень-очень много положений. Поэтому он действительно прослужит много-много лет. То есть правильное положение отрегулировать нужно обязательно. Именно от этого зависит правильность осанки. От этого зависит то, что у вас в будущем у ребенка не будет проблем с позвоночником. Подробная инструкция в коробочке есть. И согласно этой инструкции вы регулируете правильное положение ребенка. То есть смотрите, чтобы у него была правильная спинка, чтобы она касалась спинки. Чтобы ноги в колене были согнуты под 90 градусов и доставали до подножки. То есть это тоже очень важно. Ноги не висят, ноги стоят под углом 90 градусов. Вот это все отрегулировали и все. И красота. Потом у Ксюши на коричневом стульчике она подросла. Все это регулировали заново, поднимали, чтобы она сидела правильно. Ей безумно нравится. Она никакие другие стулья даже не рассматривала, когда мы решили сделать мебель в комнате детской белой. Конечно, только этот стул. Еще несколько очень важных моментов. Стульчики изготовлены по ГОСТу. Имеют сертификат для использования в детских учреждениях. На самом деле это очень важно. Мне кажется, только эти стульчики имеют подобные сертификаты. Все сертификаты есть на сайте. С ними можно ознакомиться. Как бы тайн никаких нет. Используется высококачественный МДФ. Плюс березовая фанера. Краска водоэмульсионная на всех стульчиках. Очень много расцветок. По-моему, 18 точно расцветок есть. Можно подобрать под любой интерьер. Водоэмульсионная акриловая краска, которая имеет ни запаха, не обладает токсичностью. Она не стирается. А в чем мы, собственно, убедились на примере коричневого стула. То есть она долговечная. Действительно, с ней ничего не происходит. Стулчик очень крепкий. Он стоит твердо на ногах. Поэтому тоже никаких нареканий. Даже использовать его как стремянку очень легко. Нас Крис любит залезать. Она легко залезает сюда. А потом забирается сюда и танцует наверху. Осуществляется в любой город России. Очень много способов доставки. Выбирайте для себя удобный. Поэтому с этим тоже никаких нареканий нет. И еще производитель вкладывает подарочки. Что тоже очень приятно. Вот я сижу на этом стульчике. Мне на самом деле безумно удобно. Мне, человеку с больной спиной, мне на нем очень-очень удобно. Надеюсь, на все ваши вопросы ответила. Если они все-таки еще остались, обязательно задавайте. Буду отвечать. Все вам рассказала. Я ссылку на стульчик на магазин оставляю. Проходите. Она будет прямо в самом верху. Теперь еще по кухне. Многие девчонки писали, что панели неудобно мыть. А многие писали, что удобно. Я сейчас вам расскажу свою точку зрения. Возле плиты, говорили, будет пачкаться. Я еще подумывала, какой-то экран или защитное стекло. Возле плиты у меня вообще не пачкается. Потому что я на этих двух комфорках, которые ближе к стене, не готовлю практически. У меня основные вот эти вот две. То есть на них я и готовлю. У меня туда, наверное, ничего не долетает. Но, в общем, у меня там грязь пока ни разу не было. Баковина бывает, особенно, когда муж рыбу почистит или что-то такое происходит. Их очень удобно и просто мыть. То есть я взяла свою тряпочку. Я сейчас тряпочки тоже покупаю по цвету. Да, это, кстати, я брала, по-моему, на Валберест или на Озон. Очень классно, очень здорово. Воду впитывает такой тоже ментоловой расцветочки, практически подходящий. Просто вот так вот их протер, если сюда что-то прилетело. И, не знаю, вообще красота девчонки. Так удобно мыть. Всегда чистота, всегда красота. У меня вот тут висит. Поэтому вот в этом плане вообще никаких нареканий к панелям нет. В ролике я вам показывала, что от духовки все-таки вот тут немножко разошелся стык. Я планирую сюда, чтобы у меня здесь стыка не было. Он практически посередине плиты. И если будете, тоже обращайте на это внимание, чтобы стыка у вас просто не было возле плиты. Тогда таких проблем не будет. Я думаю, у меня панели еще много, я не собираюсь коридор обделывать. Сюда либо целиком панели, либо вырезать, вот так приклеить еще сверху, чтобы не было стыка. И все. Если не будет стыка, ничего здесь отходить не будет. Продумывайте по этому момент вот этот вот. Конечно, смотря там откуда будете начинать. Но чтобы возле плиты желательно не было. Чтобы они были вот где-то лучше по бокам. Тогда ничего у вас такого не будет. Я хочу сказать еще, на самом деле, оформление кухни, оно так важно для женщин. Вот я, например, сейчас провожу здесь гораздо больше времени. Потому что мне все нравится. Она сделана мной, она сделана с душой. Она сделана так, как я хочу. Она декорируется так, как я хочу. Мне безумно нравится. Я здесь очень много времени провожу. Мне здесь нравится убираться. Я лишний раз пойду посуду помою. Лишний раз сюда зайду, здесь посижу. Я прям очень довольна. Мне здесь комфортно, я здесь душой отдыхаю. Теперь у нас много места. Стульчик для кормления мы убрали отсюда. Можно даже потанцевать. Есть место. Кстати, некоторые девчонки писали поставить холодильник вот сюда. Сейчас покажу. Поставить холодильник вот сюда. Он у нас здесь стоял, когда мы только переехали. Вот здесь, на этом самом месте. И мы порвали линолю. Надо какую-нибудь заплатку, кстати, придумать. Он стоял здесь и занимал очень много места. Несмотря на то, что у нас холодильник достаточно маленький. Достаточно маленький и узкий. Он занимает так очень много места. Они в хрущевках делают углом. То есть вот так и вот так. И холодильник ставят там либо к окну, либо вот здесь. И вот здесь еще тоже рабочую поверхность делают и так далее. А стол передвигают туда к окну. И получается вот здесь у нас места побольше, но его совсем нет вот здесь. Меня это не устраивает на самом деле. Я рассматриваю этот вариант. И холодильник у нас здесь стоял. Это прям заходишь и вот он холодильник. Представьте, он вот так вот сколько места будет занимать. То есть вот так. Это очень много. Поэтому вариант, который у меня сейчас, мне кажется, экономит гораздо больше места. Стол у нас большой. Мы вчетвером за ним прекрасно садимся. В этом плане нареканий никаких нет. И место есть. Как бы мы не на выходе. Все. И тут холодильник стоит компактно. То есть вдоль двух стен все расставлено. И она получается такой как бы длинный. И места много. Я говорю, даже есть где потанцевать, если что. Поэтому такой вариант нет. Я пока не рассматриваю. Меня полностью устраивает, что холодильник стоит здесь. Девчонки писали, вот заходишь и прям холодильник. Ну и хорошо, что прям холодильник. А если... А что в этом плохого? Беленький холодильник с цветочком наверху. Все как бы красиво. А если заходишь и вот тут у тебя стена, которую надо обойти, чтобы попасть там к раковине или еще что-то. Мне кажется, это вообще неудобно. Поэтому для хрущевок я именно такой вариант рассматриваю. Потому что когда заходишь, вот тут бух и холодильник сбоку. Нет, я так не хочу. На этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ссылку на стульчик оставляю под видео. Если какие-то вопросы есть, обязательно задавайте. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok